Всем привет! В эфире программа «Умняшки» для детей и про детей. Всё, что интересно для наших самых маленьких телезрителей в нашей программе. Сегодня тема нашей программы – органы пищеварения. Ребята, скажите, а без чего не может жить человек? Без мозга. Без еды. Без еды, правильно, Маша. Без воды. Без воды. Саша, что? Ну, и без питья он не может жить. Конечно, без питья. То есть... Он, если не ест, можно заболеть, если не ест. Конечно, человеку нужна пища. Если не пить, может в горы засохнуть. И невозможно будет разговаривать, голос потеряешь. Конечно. Если не есть и не пить, у нас не будет сил ни на игры. Ни на разговоры. Ни на разговоры. Ни на что не будет сил. Будет звука, то есть... Правильно, правильно. Молодец, Саша. Смотри. Даже на это не хватит сил, если не есть. Уже даже и телевизор не захочет. Что, Саша, хотела сказать? Я хочу сказать, что если не пить, тогда голос потеряешь. Да, голос потеряешь, это очень тяжело и очень плохо. Хорошо. Мама, когда была маленькая, голос потеряла. Да? Просто делай. Вы знаете, какой орган отвечает за пищеварение? Печень. А самый главный? Ну, печень это второстепенный. Мозг. Ну, как же мозг за пищеварение? Какой орган встречает пищу? Вот вы покушали? Хорошо вам еда проходит, проходит. И попадает куда? В желудок. Правильно, в желудок. Что в желудке происходит? А, в желудке переваривается еда. Да, она измельчается на маленькие-маленькие частички, смачивается желудочным соком и перерабатывается, да? Да. А вы знаете, где находится желудок? М-м-м-м. Желудок находится... Да. Под ребрышками вот здесь вот, да? Я правильно показываю? Я не знаю. Ну, почти. Молгома, почти. Ну, вот, вот, вот. Да. Вот. Вот, смотрите, еще показываю. Вот здесь. Смотрите. А знаете, на что похож наш желудок? На шарик. На воздушный шарик. Когда мы ничего не ели, то наш желудок вот такой, да? Пустой-пустой. А если мы чуть-чуть покушали... Большой. ...желудок надулся. А еще чего-нибудь покушали? Еще. Он стал еще больше. Он стал громадный. А еще? А еще выпили компот. Желудок надулся еще больше. Я еще не покопала. И вот прицелете, Сашенька, садись. Прицелете? Вот вы так покушали, 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 и у вас в животе надулся желудок полный. А еще? А еще покушать? О, если еще покушать, то можно покушать до того, что чуть можно лопнуть. Я еще покушаю. Да, еще хочешь покушать? Да. А дальше из желудка еда попадает? Кишечник. Кишечник. Кишечник у нас похож. Вот смотрите, такой весь запутанный, запутанный, запутанный такой. Запутанный. А вы знаете, что кишечник, он, если его растянуть вот так вот, как веревочку, кишечник, вот так вот растянуть, знаете, сколько он будет длиной? Сколько? 8 метров. Это сколько? Это 8 метров. Это очень много. Вот представляешь? Это желудок. Он вот так вот укладывается у вас в организме, вот так вот. Вот так укладывается, укладывается, укладывается. Вот как на картинке, видите, нарисовано? Да. У. У, кишки. Кишки какие-то. Ну, правильно, кишки. Он же называется кишечник. Кишки. 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 Молодцы. Еще у желудка есть еще один помощник. Называется... Печень. Нет, правильно, Саша, печень. Он находится с правой стороны. Она находится с правой стороны. Вот. Я сейчас всем покажу. Да, вот, 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 смотрите. Вот, печень. Видишь, печень. Она помогает желудку перерабатывать жиры. А скажите мне, какую пищу нужно есть? Нужно есть качественную и хорошую. Качественную, полезную. Яблоко полезная, да, пища. Нужно есть хорошую пищу, чтобы наш желудок всегда был здоров, да? Качественную. А скажите, какую еду лучше есть? Большими кусками или маленькими? Маленькими. Маленькими. Почему? Потому что большими кусками будет неудобно проглатывать. И глотать неудобно. И можно подавиться. Да, подавиться можно. И желудку будет очень тяжело перерабатывать. Желудку будет тяжело. И будет болеть живот. Живот будет болеть, да. Нам это надо? Нет. Нет. Нам же надо быть здоровыми? А я помню, что есть. Правильно. Ребят, а давайте посмотрим с вами рубрику «Дети говорят» и узнаем, что нам сейчас расскажут наши маленькие телезрители о том, какую пищу нужно есть, чтобы наш желудок всегда был здоровым и чтобы мы чувствовали себя очень хорошо. Смотрим рубрику. Да. Какую пищу нужно кушать? Молочную. Сыр. Полезную пищу. Ещё надо есть витамины. Надо есть морковку, творог. Нельзя есть чипсы, роллтен. Нельзя есть много соли, потому что они вредны для здоровья. Трога давали желудок. Чтобы желудок работал, нужно есть и полезную пищу. Морковка, огурцы, сметана, молоко. Это бывает полезное или не полезное. А ты как вырежешь? Я ем. Как лето. И макароны, и картошку. Макароны, и картошку. Это полезное или да? Да. Ну что, ребята, я вижу, что вы очень хорошо поняли тему нашей сегодняшней программы и очень хорошо разобрались с заданием. Но, к сожалению, время нашей программы заканчивается. Встретимся с вами в следующий вторник. Это была программа «Умняшки». Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!